Ну, мне кажется, здесь тяжело очень судить и рассуждать на эту тему, потому что у меня нет опыта такого, и тяжело со стороны, знаете, судить об этом. Вот, но мне кажется, что это нужно отдать на откуп каждого человека индивидуально, потому что у меня очень много друзей-журналистов, и я знаю истории, когда молодые корреспонденты, начинающие даже корреспонденты, с даже, ну, даже пусть неплохих каналов, очень хотели поехать, и рвались, и говорили, вот я. Для них это был такой шанс проявить себя, доказать, что они многое могут, и многие молодые, они не понимают, что это не просто какой-то экстрим, да, какие-то истории, которые ты потом можешь рассказать, что это реальная угроза для жизни, и у них, конечно, от того, как некоторые туда ездили, ну, как мне рассказывали, реально ломалась психика, это очень, очень страшно и тяжело, вот, ну, мне кажется, что если человек чувствует себя, ну, журналистом до конца, и его действительно реально интересует эта тема, и, ну, он понимает, что он просто не может сидеть, сложа руки, он должен поехать, и у него есть на этот счет свое мнение, которое, возможно, не совпадает с мнением остальных журналистов или корреспондентов, то да, но нужно понимать, куда ты едешь, то есть нужно 10 раз все взвесить и понимать, что это не просто какая-то работа, которая, кстати, помимо всего, очень высоко оплачивается, то есть для кого-то сейчас, насколько я знаю, это просто такие деньги, которые можно заработать, потому что, как с одной стороны, так и с другой, огромные гонорары просто за день работы в военных условиях, и поэтому, вот, к сожалению, почему-то, да, люди вынуждены за большие деньги рисковать своей жизнью, и, ну, я считаю, что это не очень правильно, но тут каждый должен сам для себя решать, насколько он позволяет это себе, чем он вообще рискует, кто его ждет дома или не ждет. Продолжение следует...